Что это ты делаешь? Сеть плохо будет? Нет, я смотрю на звёзды. В смысле? Ну вот смотри, на телефон можно скачать приложение, с помощью которого увидишь, какие звёзды и созвездия у тебя над головой. И даже телескоп не нужен. Телескоп? Да. Похоже, у нас сегодня продолжение, то есть сиквел. Это в каком это смысле? Ну, у нас уже была тема про микроскопы. Кстати, посмотрите, если ещё не видели. А сегодня у нас с Тимой про телескопы. То есть это умная вторая часть. Как бы продолжение истории, но совсем другое. Интересно. Никогда не думал об этом вот с такой стороны. Что же такое телескоп и зачем он нужен? Есть на свете много вещей, о которых мы слышали, но никогда не видели. Потому что они находятся далеко-далеко. Например, планеты. Невооружённым глазом их не разглядеть, а ведь очень хочется. И поможет нам в этом телескоп. Волшебный оптический прибор, который приближает объекты. Смотришь в него, и далёкое небесное тело становится близким. И касается это не только звёзд и планет. Мощный телескоп покажет даже галактики, до которых миллионы световых лет от Земли. А первые телескопы были сделаны в 17 веке совсем не для изучения космоса. Они помогали смотреть вдаль на суше и на море. Капитаны кораблей наблюдали в оптическую трубу за другими судами, чтобы избежать столкновений, и за погодой смотрели, чтобы не попасть в бурю. Казалось бы, обыкновенная труба, а демонстрирует чудеса Вселенной. Но, положим, не совсем обыкновенная, ведь она приближает объекты. Как? В простом телескопе с помощью двух линз, объектива и окуляра. А в сложных приборах линз больше, и вдобавок есть зеркала. Они помогают улучшить изображение. Вот посмотрит учёный в такой телескоп и разгадает какую-нибудь загадку Вселенной. А загадок этих, как звёзд в небе. Одна из них — инопланетяне. Вот хоть бы одним глазком их увидеть. Ну что, друзья, давайте попробуем собрать телескоп из подручных материалов. Как вы думаете, сложно ли это? Конечно, не очень. Я думаю, что всё в наших руках. Смотрите, главное, чтобы у нас была вот такая вот линза. В принципе, в хозяйстве почти у каждого найдётся что-то наподобие увеличительного стекла. Но это ещё не всё, что нужно для телескопа. Сейчас расскажу подробнее, а пока давайте измерим фокусное расстояние нашей линзы. Арсений, вы знаете, что такое фокусное расстояние? Это расстояние, с которым нужно рассматривать фокусы, чтобы замечать, где вас обманут. Ну, почти, почти. На самом деле, это расстояние от линзы до точки, где она собирает световой поток в один пучок. Давайте попробуем его измерить. Арсений, отходите, пожалуйста, метра на два и светите фонариком прямо в эту линзу. А я попытаюсь поймать сейчас световой пучок. Вот он, смотрите, вот. Ну, приблизительно 26 сантиметров. Отлично. Это и будет наше фокусное расстояние. Мы его только что измерили. Значит, длина телескопа, ну или подзорной трубы, как получится, должна быть не меньше этого расстояния. Лучше всего прибавить еще сантиметров пять для того, чтобы установить в нашем телескопе вот такую вот маленькую линзочку. Я взял ее из сломанного бинокля. Это плоско-выпуклая линза, которая будет помогать нам строить увеличенное изображение. Так, убираем все лишнее, друзья мои. Вот вам трубочки волшебные. Ваша задача подобрать парочку трубок, которые бы хорошо плотно вставлялись в другую и были подвижны при этом. У меня вроде есть. Ага, отлично. Посмотрите, как раз, если... Слушайте, это идеально, мне кажется. Как раз сантиметров 30 получается длина. Хорошо. Кстати, друзья, вы слышали новость. В нашем любимом университете ИТМО недавно изобрели новый телескоп с диаметром объектива пять метров. Представляете? Это, наверное, нужен глаз диаметром пять метров. Да-да-да. Они ищут теперь научного сотрудника. Но с диаметром глаза всего полтора метра. Потому что окуляр, в который мы смотрим, он, конечно, меньше объектива. О, слушайте. Немножко уже что-то там начинает... Видно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Видно ли вам что-нибудь? Только я вас умоляю, друзья мои, никогда не смотрите в подзорную трубу или в телескоп на солнце. Это может очень-очень быстро и непоправимо нанести вред вашему зрению. Вот, по-моему, ничего не вижу. Как ничего не вижу? А, да потому что надо навести на прожектор. Наведите. Вот. Видишь, там светло. Ой, здесь какие-то... А, я вижу куски прожектора. Вот, это куски прожектора. Пойду-ка я проверю, видно ли сейчас луну. Ваще, это крутая тема. Прям как у пиратов. Подзорная труба, кстати. Поиграем уже в пиратов. Кальмар мне в чемоданчик. Ребята, присылайте нам свои хара-пиратские видео с подзорными трубами. И лучшие из них мы опубликуем в наших соцсетях. креметь мне якорями! А скажите, коллеги, хотели бы вы повторить величайшее достижение человечества и слетать… За едой? На Луну! На Луну! Было бы интересно. Конечно. То есть, мы будем повторять так же, как в первый раз? То есть снимать поведение, как Стэнли Кубриков? Воображение здесь, как всегда, наш самый лучший и самый надежный друг. Загадочная Луна – это спутник Земли. Вращающаяся на Земле, себя вокруг нашей планеты и манит к себе людей. Побывать на ней земляне мечтали с незапамятных времен. Но впервые нога человека ступила на Луну только в 1969 году. Визит нанесли американские астронавты. Да, стоило преодолеть 400 тысяч километров, чтобы поучаствовать в экспедиции и своими глазами увидеть лунные кратеры. Они возникли от падения метеоритов, горы, расщелины и моря. Кстати, а почему метеориты, эти каменные осколки, падают на поверхность Луны, а до Земли чаще всего не долетают? Да потому что Земля защищена, и метеориты сгорают в ее атмосфере. А у Луны такой защиты нет, так как нет атмосферы. Именно поэтому на Луне колоссальные температурные перепады. На ее освещенной солнцем стороне очень жарко, а на темной, наоборот, лютый холод. Вот как вы думаете, можно жить вообще в таком климате? Ну, если только незнайки. Из сказки Николая Носова «Незнайка на Луне». Сейчас мы, наверное, поедем смотреть телескоп на звезды. Прям днем? Ну, магия монтажа, все дела. Да, поедем, и вы ни за что не догадаетесь, куда. Очевидно, туда, где нам не повышает городская иллюминация. Ну, за город, очевидно. Ну, очевидно, вы правы. Мы попытались сами создать телескоп. Ну, не судите слишком строго. Это же был наш первый робкий опыт. Но, по счастью, есть люди, которые серьезно увлечены астрономией и небо изучают не в самодельные трубочки, а в настоящие телескопы. И эти люди готовы поделиться с нами целой Вселенной. Знакомьтесь, наши эксперты Тимур и Дмитрий. Буквально пару слов. Вот что вы сейчас делаете? А это вот он делает. Тимур, признайтесь, пожалуйста, в двух словах. Что вы делаете? Навестись на Венеру. Итак, друзья мои, наши эксперты сейчас наводятся на Венеру, представляете? Нам придется переехать, да. Ее-то и не видно еще пока. Тимур, здравствуйте. На кого вы учитесь? Я учусь в Горном университете на Маркшейдера. То есть вы учитесь на строителе? Ну, в какой-то степени, да. Где-то три года назад я загорелся идеей купить себе первый телескоп. Собственно, купил. И буквально через год меня затянуло в астрофотографию. Ну и пошло-поехало. Отличный выбор хобби. А что такое астрофотография? Ну, астрофотография — это фотография космических объектов, сделанная либо любителями, либо какими-то профессиональными астрономами. Те же Хабблы, Джеймс Вебб, который летает на орбите, тоже астрофотографии делает. Ай, какая еще таки красивая планета Венера. Да, очень красиво блестит толстый слой облаков из серной кислоты. Да, и кстати, она движется против движения Земли. Ну, и большинства других планет. Она очень своенравная. Кого-то мне напоминает, кто бы говорил. Поэтому спутников у нее нет. Венера. А почему она вот здесь четкая, а вот здесь нечеткая? Это, получается, комбинированный цветной снимок, полученный из инфракрасного снимка, снятый на инфракрасный фильтр и снятый на ультрафиолетовый фильтр. Что это такое? О, это очень важная штука. Это самая важная штука. Сдувать? Именно с оптических поверхностей. Итак, друзья мои, мы сейчас направили телескоп в сторону созвездия Геркулеса. И здесь вот такая красотища. Это шаровое звездное скопление М13. Очень большое, красивое здесь множество звезд. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а что это за образование такие вообще звездные скопления? Много ли их в нашей галактике? И вообще, в нашу ли галактику мы сейчас смотрим? Или это где-то за ее пределами? Да, мы смотрим в нашу галактику. Эти структуры, шаровые звездные скопления, являются одними из самых древних галактики. Им миллиарды лет, как правило. И в них входит большое количество звезд. Сотни, тысяч, полмиллиона звезд, может быть. Они, как насекомые, которые образуют рой, движутся вокруг общего центра, управляются гравитацией и движутся по орбитам вокруг общего центра. Слушайте, там операторы наши, не знаю, замерзли, что ли, чай пьют, наверное. Давайте попросим, чтобы нас поснимали. Молодой человек, поснимайте вы. Молодой человек, а настроном. А, понибудь. А так он же звезды снимает. Вот мы на Земле, ну, такие какие-то обычные, спокойные. А вы смотрите на звезды, наверное, мечтатели. Ну, а о чем вы вообще в жизни мечтаете? Ну, вот у вас есть большой телескоп, и вообще все, что хочешь. Все, что хочешь, у нас еще нет. Ну, у нас, как вы правильно заметили, есть главное. Мы смотрим на Вселенную, наслаждаемся ее красотой. Мы мечтаем о том, чтобы продолжать это делать и дальше, и чтобы как можно больше людей тоже к этому приобщились. К этому проводим нахудения, вот делимся этим следом. Тимур, у нас есть мечта. Мечтать можно, а много и о разуме. Надо к чему-то стремиться. Все такое... Оу! Ну что, коллеги, открылись ли вам сегодня удивительные миры и все такое? Прямо как в прошлый раз. Эти миры такие далекие. Ну, когда-нибудь они станут ближе. Хотелось бы поскорее. Арсений, лучше расскажи, о каких выдающихся телескопах ты сегодня узнал? Мы что, в школе? Да это не Стекляшкин, это Плюшкин. Наш двоечник наконец-то стал читать Гоголя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!